Его прадед Иван Хворостовский в Подольской губернии работал стрелочником еще до революции. Эти фотографии более 140 лет. Это самый старый снимок из коллекции. Здесь в музее хранятся пять альбомов, которые таят множество историй семьи Хворостовских. 500 фотографий и документов о том, как прадед, дедушка и бабушка Великого Бретона работали на Красноярской железной дороге долгие годы. Здесь есть фотографии личного плана, как молодой Дмитрий Хворостовский смотрит в солнечное затмение в 81-м году. Между прочим, в отличие от его друзей и родственников, он смотрит на солнце без затемненного стеклушка. Это уникальные вещи, которых не было даже в Лондоне в семье Дмитрия Хворостовского. Все эти фотографии появились в этом музее не случайно. Бабушка Дмитрия Хворостовского, Екатерина Павловна, работала здесь с момента открытия в 80-е годы. Ее муж Степан Иванович был вторым главным инженером на железной дороге. И они большую часть жизни посвятили работе. Долгое время все эти фотографии и документы хранились в гараже семьи Хворостовских. И чтобы альбом не сгнил, двоюродный брат Дмитрия Хворостовского, Алексей, передал все эти фотографии в музей истории Красноярской железной дороги. Это случилось 13 лет назад. Вот, кстати, запечатлен этот момент, 2005 год, и на фото сам Алексей. В музее говорят, после ухода из жизни Дмитрия Хворостовского решили показать фотографии всему Красноярску, да и миру. Экспозиция открылась на 40-й день после смерти великого певца. И теперь будет работать постоянно по адресу проспект Мира, 101. Ольга Хохлова, Алексей Егоров, Афонтова новости.